Спорт – норма жизни. Комсомольский район в числе девяти муниципалитетов, где до конца этого года оборудуют площадку для выполнения нормативов ГТО. На создание территории спорта по всей республике в рамках национального проекта «Демография» выделено 27 миллионов рублей. Подтягивания, отжимания, бег и прыжки в длину. Очень скоро здесь появится хорошо оборудованный центр сдачи нормативов ГТО. До конца октября завезут специальное оборудование для занятий. Одна такая спортивная площадка обходится в 3 миллиона рублей. Привезли резиновые плиты. Вот они рядом находятся, наверху. И здесь как бы у нас центр тестирования нормативы ГТО и приемы сдачи. В этом году в селе Комсомольское капитально ремонтируют и спортивную школу Китне. Она, по сути, стала многофункциональным центром. 60 лет. Мы, я считаю, пенсионный возраст, пенсионеры. Кому-то 80. Ходим шахматы играть. Частенько ходим шашки играть и плавать. Ну, в бассейне плаваем. А зимой частенько ходим на лыжах. К тому же для любителей активного образа жизни рядом со спортивной школой появится футбольное поле с искусственным покрытием. Реализация указа главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева о дополнительных мерах повышения качества жизни населения Чувашской республики выделено 32 миллиона рублей на следующий год. Сейчас идет реализация этого проекта, проектной смертной документации. Здесь будут искусственные поля, трибуны на 200 мест, раздевалка, скамейка для запасных игроков. И все эти перемены только в одном селе. Для здорового образа жизни вполне достаточно.